Поднимаясь на сцену гербового зала Нижегородской ярмарки, глава региона Валерий Шамсов вступает в очередной срок. От третьей пятилетки он в 30 секундах и нескольких словах. Клянусь, при осуществлении полномочий высшего должностного лица губернатора Нижегородской области соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, уставские законы Нижегородской области, добросовестно выполнять воздушные на меня обязанности, приложить все силы и знания для обеспечения благосостояния жителями области, прав и свобод человека и гражданина. После губернаторской присяги и нескольких емких предложений о том, как область должна будет прожить эти пять лет, следуют ответные слова. Одним из первых уже губернатора поздравляет спикер регионального парламента Евгений Лепетев. Ваш огромный волевой характер сделает вас одним из самых эффективных управленцев среди ваших коллег, возглавляющих субъекта Российской Федерации. Все знают, что вас отличает особое умение анализировать и принимать верные решения, намечать статистические цели и шаг за шагом добиваться воплощения в жизнь. Вся церемония официального вступления в должность занимает всего 40 минут. Она ненадолго прерывает губернаторский рабочий день. Первое событие в новой должности – совещание с главами МСУ. Краткие итоги предыдущей пятилетки, а главная стратегия на следующую. Мы должны сейчас с вами резко усилить работу по привлечению инвестиций, по созданию новых рабочих мест, по тому, чтобы у нас росла заработная плата. Я часто у вас бываю, и меня, конечно, настораживает тот факт, что районы отличаются друг от друга. Главы МСУ и администрации районов области после совещания с новоизбранным губернатором подтверждают возможность видеть перспективу. Требовательность и феноменальная работоспособность шансово дают основания полагать, что в районах области есть серьезные перспективы для развития. Это из-за здания новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений в бюджет. За то время, которое Валерий Павлович возглавляет Нижегородскую область, каждая территория увидела динамику, и вся Нижегородская область в целом. В частности, наша Борская территория, она сегодня, будем говорить, оценку деятельности губернатора высказала на выборах. Более 92% избирателей отдали свои голоса именно Валерию Павловичу за его, естественно, конкретные дела. Ранее работы в Большеболдинском районе, в отрасли сельского хозяйства, я не припомню случай, чтобы, допустим, руководитель области посещал наши фермы, присутствовал на уборке, на севе, присутствовал на подведении итогов работы нашего района по итогам года. Мы ориентируемся на поддержку областных программ, в первую очередь, которые были приняты за последние пять лет, особенно поддержка молочного животноводства. И наша Нижегородская область одна из немногих, которая может этим похвастаться. Я это точно знаю. Объехав за последние два года достаточно много регионов российских, вот изучая опыт строительства животноводческих комплексов, такой поддержки до пяти миллиардов в год, ни одна область, ни один регион в России похвастаться не может. Поздравляют Валерия Шанцева со вступлением в должности жителей региона. В подавляющем большинстве не только ставят перед ним задачи, но и верят в то, что Шанцеву удастся их решить, учитывая опыт. Он делает все хорошо, нам все нравится. Мосты строятся, это хорошо, набор строится. Здесь вот метромост построили хороший. Социальная сфера – это обязательно, зарплата – это, конечно, обязательно. Потому что политические вопросы нашего города очень важны, но тем не менее социальная сфера. И в плане бюджетного обеспечения работающих людей – это очень важно. Обучение, то есть школы, институты – это обязательно, потому что дети – наше продолжение, наше будущее. Над этим надо работать очень хорошо. Так старался, в общем-то, неплохой человек, как сам по себе, так и как губернатор. Тем более он сейчас уже выбранный. Поэтому развивать что-то новое, преобразовывать город, какие-то новости выносить обязательно он должен. Потому что для чего-то мы его выбирали. Люди надеются на светлое будущее. Впереди еще один немаловажный шаг. Со всех заместителей министров необходимо снять лишние буквы – ИО. Будут ли они лишними для всех или грядут кадровые перестановки, решит уже новый губернатор и депутат регионального парламента. Анастасия Рябова, Сергей Пермовский. Объективно. ННТВ.